Всем привет! В общем, мы были здесь на следующих концертах за время тренинга. Некоторых участников настолько вставило, что они решили остаться. Полгруппы примерно, да? Да. Короче, на тренинге, вот сейчас, вчера было официальное завершение тренинга. Но, дело в том, что, знаете, я вам так скажу, что... Что-то меня сбили. Подписка, какая подписка автоматическая? Так, о чем я хотел сказать? Ни на каких концертах. Ни на каких концертах. Дело в том, что тренинг закончился. Но полгруппы решили устроить автопати. Ну, как это... У нас автопати тренинга. Вот, и полгруппы остались на Ибице. Бледы поменяли все. Вот, и, короче, сейчас заваливаются, типа, поехали дальше тусить. Вот, я говорю, ну, что, у меня тренинг закончился. Ладно, короче, решили. Ну, ладно, доспимся, пойдем дальше тусить. Вот. Мы еще несколько дней с группой потусим на Ибице. Сходим на лучшие концерты. Они поехали на диски пляж сейчас. Полгруппы, короче. Вот. Тренинг зашел конкретно хорошо. Тренинг зашел хорошо. Очень классно. И, короче... В общем... Ну, есть люди, которые сдержались и не поменяли билет. Олигарх. Не, не буду менять билет. Не, 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 говорит. Они не сдержались. Да. Короче, надо себя заставить, короче, было улететь отсюда. Но... Андрей из клуба улетел? Прям из Солома. Подожди. Он же с нами пошел. А, этот бизнес-ангел он должен был? Да. Он прям из Куба. Вчера улететь, да? Да. Он улетел из Куба прям, да. А я думал, он здесь. Солома, ну да, я пойду, а потом я перечу. А, я понял. Ну, нельзя сказать, что это лучший тренинг за всю историю, но... Да, многие считают, что это лучший был тренинг за всю историю. Понимаете? Не знаю, почему. Ну, потому что каждый тренинг лучше, чем предыдущий, но вот этот тренинг, это было что-то. Естественно. А, это было классно. Мы протащились. Мы все протащились и восстановились навыки съема, подходов к девочкам. Я заново кое-какие фишки там, подходов вскрыл. Знаешь, как будто дети были. Да, мы были как дети. Это какой-то пионерский лагерь был, который... Не, ну вообще, конечно... Это классно было. Ну вот. Никаких правил. Никаких правил. Следующий тренинг я решил провести в Кейптауне. Но... В Кейптауне я еще не уверен. Всех интересует больше трава. Как самочувствовать после плана. Ну, это был не план, это была марихуана, вообще-то. Самочувствие шикарное. Я уже рассказывал, я вам потом расскажу. Вы знаете, вот если вы посмотрите на ту трансляцию... Ну, мы же... Этот олигарх не досмотрел. Да. А я... Я просто не разбираюсь в этом. То есть, ну... Трава-трава. Вот я же за ЗОЖ. Да, я за ЗОЖ. Но в ЗОЖ есть такая фишка. Называется читинг. Вот. И это правило секты. Секта скул. Что нельзя... Себя сдерживать. Если тебе там очень хочется чего-то, да... То... Ну, можно чуть-чуть тебе это дать. Вот. А мне почему-то очень хотелось именно после тюряги как-то отключиться. Вот. Как-то перезагрузиться. Потому что нужно было... Ну, из этой реальности выйти. И она очень такая... Реальность... Ну, реальность это... Для мозга она такая очень сильная. Очень сильная. Расциклиться надо было. Ну, и в общем... Вот я расциклился. У меня просто... Я говорю, это... Ну, просто... Это мне было дано именно в нужный момент в моей жизни. Любая фишка дается тебе в нужный момент в твоей жизни. И вот это не случайно произошло тоже, то, что я случайно укурился. По незнанию я... Слушай, столько фисташек это не очень... Не, ну, просто да. Да, это слишком... Они жирные. А, да? Серьезные? Да. Они очень жирные. Ну, давай еще четыре орешка. Ты съем. Не, ну, ты хочешь ешь, я можешь... Ну, вот. Ну, и соответственно, перезагрузиться это круто было, конечно. Это случайно произошло. Я же не знал, что я приду себе марихуаны сделаю случайно. Вот. То, что кто его знает, сколько там... Это потом ребята посмотрели вот эту трансляцию, где я там делаю пять тяг. Мы сегодня смотрели. Что-то не штырит, что-то не штырит. Такой белый сижу, короче. Что-то как-то странно. Это было очень смешно. То есть, у меня, короче, вообще в жизни, да, друзья, понимаете, так как принципы приключений, то даже в курении марихуаны оказалось приключение. Вот казалось бы, ну, как можно покурить марихуаны так, чтобы какое-то приключение произошло, понимаете? Но, тем не менее... Так, ребята, выходите, нафиг, как бы. Кто-то собирается тут с памяти пиарить. Я об этом не буду говорить. О, вот эта классная музыка. Вы же наиграла там. Да, она тоже играла, это Килл и Харрис. Вообще, смотрите. Ты вообще, представляешь? У всех концертов мы здесь были вот на каких. Всех концертов мы были на Дэвиде Гетти, на каком, на Соломоне. Килл и Харрис. Килл и Харрис. Блэк Кофе. Блэк Кофе. Что еще? Блин, еще куча диджеев известных, на самом деле, было в каждом клубе. Илон Маск тоже в эфире Джо Рогана покурил. Ну, а вы, видите, а? Нет, смотри, ну, если у тебя зависимость от этого, то очень плохо. Ну, вот человек пишет, что будет легче бросить эту дрянь. Вот. Это становится дрянью, когда это становится змеиный яд. Змеиный яд в маленьких дозах полезен. Трава в маленьких дозах может быть полезна, если ты ее используешь для нужных вещей. Один раз, там, для того, чтобы сдвинуться куда-то. Вот. А не каждый день, там, или раз в неделю, как люди курят, созависимостью, это бред. Не надо ни за что драться. Никогда. Вообще. В принципе, не воюй. Итак. Значит, Соломон, Килл и Харрис. Дэвид Гетто. Блэк Кофе. Блэк Кофе. Вообще куча диджеев. А в Амнезии мы на чем были? Там была как тяжелая электронная музыка. Да, там тоже какой-то известный диджей. Ушел чувак, настойчиво пиарит какой-то проект. Надо его будет забанить. Просто. И все. Спам занимается. Значит. Модератор просто в бан его загонит. У меня несколько диджеев, которые не успели прям вот из известных. Это Армин Вандура. Он просто уже умер. Да, Армин. Армин свалил. Ну, посмотрите, всех четырех диджеев, которые я вам рассказал. Самый крутой это Келвин Харрис. Это просто что-то. Вы не представляете, как всех просто унесло. Он был в таком крутом клубе. Вышивай же еще был. Да, это было в одном из самых крутых клубов на открытом Неве. Но мы решили попробовать сходить в Пашу на Келвин и Харриса тоже. Да, вообще топ. Что скажу о сахаре? Сахар надо было поднимать, когда мы курнули. Да. Тогда надо было поднимать эту шоколадку. Вы видели мои сторис, тоже захотели. Но я думаю, что никто не против будет, чтобы мы повторили этот тренинг на Ибице. Потому что за время тренинга на Ибице, наверное, человек 100 написали. Почему я не с вами? Реально. То есть я думаю, что на следующую группу нам нужно будет снимать целый отель. Вот. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное это то, что несмотря на то, что такая маленькая группа, там 18 человек, и несмотря на то, что такая большая Ибица, пошли пересечения по девицам. Представляете, сегодня мы выяснили, что с русскими девочками, там 4 русские девочки есть, познакомилась практически вся группа. Ну, потому что мы ходим по одним и тем же клубам. И вся группа познакомилась с ними. И, значит, мы их зацепили в Паше, ребята их зацепили в Хай, кто-то их зацепил на пляже. И сегодня мы в общем чате выяснили, что из нас им поступило 4 предложения, куда сходить. 4 предложения одним и тем же. Ну, так как у нас общий чат, мы поняли, мы представили, что девицам разные люди предлагают 4 варианта проведения времени. Вы знаете, что мы обсудили? Мы решили, если тут будет больше группы, не 18 человек там, а там 100 человек, допустим, то мы просто целую эту ибицу просто захватываем, потому что это получается, ну, как управление российским государством. То же самое. Выбор без выбора. То есть они могут выбирать, куда пойти сегодня. Но все предложения наши. И все. Почему? Потому что только мы здесь реально снимаем девиц. Больше никто не снимает. Я не видел, я не видел, чтобы люди снимали девиц. Знаешь, я когда обычно тасуюсь по клубам разным и так далее, я вижу там, пацаны снимают, я с ними знакомлюсь, но что, как, откуда, туда-сюда, да, там. Может, школа какая там тренируется, может быть, просто какие-то натуралы, да. А здесь я только одного мужика увидел, который с тобой потанцевал там, вот вчера на концерте, да, и все. Я удивился вообще, что он подошел, начал там пританцовываться как-то и... Представляете? То есть здесь не принято снимать. Здесь на самом деле Ибица это не пуганное место. Совершенно. Здесь не принято подходить на улице, знакомиться. Мы были единственные, которые подходили на улице, знакомились и на нас смотрели, как на динозавров. Понимаете? Пикап вообще здесь место не знакомо с пикапом. В клубах никто не знакомится, ни с кем. Я не знаю, это какой-то космос вообще. То есть они, ну, очень аккуратно, нету подходов в лоб, там, нету привет, там. Говоришь им привет, там, типа, как дела, откуда ты? Сразу такое удивление, что ты подошел к ней пообщаться с ней, там, да. Это просто что-то вообще. То есть это у меня, лично меня это очень сильно удивило. Вы знаете, на самом деле есть такая мысль, что вообще сам по себе пикап, он уже ушел в какую-то древность, да. И люди вообще боятся общаться и знакомиться с людьми. Они привыкли это делать только в соцсетях, вот, и в интернете. И получается, что... Да, кстати, а как парни, которые тебя тащили в кусты? Они же тоже с тобой пытались познакомиться? Ну, они бухие были. Они бухие, да, были? Ну, они либо очень агрессивные здесь, либо вообще... А вообще много народа с тобой пыталась познакомиться наибудь? В кубе, да. В клубе как они? Вот в хай, кстати. В хай, да? Вот в последний раз, когда мы в клуб ходили. Да, ну ты в последний раз, когда мы в клуб ходили, ты так вот... Ты так бомбила и стреляла, и излучала, что давайте знакомьтесь со мной, что с тобой там нереально было незнакомиться. Ну да, ну ты просто там такая счастливая телочка, бегала там по всему клубу и готовая со всеми общаться. Но я вот смотрю просто по мужикам, да. Ну вот к тебе, да, к тебе подходили, потому что ты прям провоцировала на это. Но это смотрю, и вот просто нас очень сильно было видно. Мы чесали все эти клубы, прочесывали там, вычесывали, и нас было очень сильно видно. И нас запоминали не только потому, что мы в платьях были, нас запоминали просто потому, как мы себя вели. Потому что мы везде чесали и со всеми общались. и мы выходили там челаута там бум-бум-бум короче и это да и все когда мы ходили уже без платьев все говорили так это вы в платьях были нас узнавали короче и вообще получается то есть у нас но на самом деле это удивительно вообще на самом деле но за эту неделю всего семь дней тренинг был до нас действительно знает себя ибицы узнают все сегодня сижу в кафе мы бы девица идет с которой я не помню где с ней общался на саму здороваться но я помню что я с не общался вот это в туалет который заходил это видел на но она мне кивнула такой завис короче где ее видел но кивнул тоже и она пошла села там с подружкой сидит я прям что я подружку тоже где-то видел а где не помню то есть вот просто это всего неделя то есть получается за неделю за неделю мы познакомились со всей ибицы сейчас не надо ни с кем знакомиться практически сейчас вот ну а вы знаете ощущение такое классное но когда ты всех знаешь да то есть мало людей которые которых ты не знаешь или которые не знают здесь меня хотя меня тут вообще никто не должен знать вот и ну русские только если ну и соответственно интересный эффект получается что ты подходишься девицу не знаешь она все чувствую что как-то ну и ты тоже чувствую что на тебя смотрит даст девочка бритки спирс или барби где везде на всех клубах особенно в хайп ну просто да просто дело том что прикол в том что действительно мы как-то засвечиваемся там и потом нас все знают и помнят иногда хорошо засвечиваемся иногда не очень хорошо засвечиваемся например лилит с одним участником тренинга выгнали из клуба за то что они трахались в туалете а я ей как нехорошо с участниками трахаться и помнишь фильм титаник да вот она вся была короче в сперме там были стекла они были все запотевшие там было жарко мы вышли оттуда мокрое вот так уже это был круто это громко это делали это было круто это конечно было круто но мы сегодня продолжаем тусоваться все какой клуб пойдем не решили что да это наебица нет он кончен не билит вы смотрели лет куда-то пропала ну ладно наверно с каким-то мужиком ушла она прибегает и говорит я сбежал я сбежала но она такая ушла она от от фбр сбежал от тайской полиции сбежал от фсбшник сбежала она сбегала всех возле меня и она сбежала от уборщицы который выгонял из-за то что натрахалась гранат молодец растешь а чувак не прокачаны еще он не смог сбежать его выкинули с клуба вот ему надо наверно тоже вытаскивает там кого-нибудь из тюрьмы для этого так как вчера тоже очень классная история была с девочкой клубешники вот как там просто был такой момент в общем я начал соблазнять девочку с легендой там того что лилит моя сестра вот у нас такая раскрутка была ну это мы специально делали для жем же рассказывал на тренинге легенду как бы сестры как соблазнить еще девочку паре до другой девочкой ну короче легенды сестры которая знакомится с девочкой общается там с девочкой с этой вот сдруживается и признается что она очень хочет секса со своим братом и очень просит помочь ей это организовать но мы вчера эту тему отрабатывали в клубе зашло круто она в шоке эта девочка и начался короче начался там просто жесткий петенки и там прям реальная любовь у них началась между собой они меня так классно соблазняли она так она так старалась и такой поцелуй она она целуется с кристиной целуется с кристиной а я делаю вид что мне пофигу как туда и потом мы целуемся втроем вот такой тройной поцелуй и а вокруг мужики все смотрят видит это короче мы эту девочку засасываем на странной поцелуи и они да на танцполе и эти люди короче смотрят на нас шоке вообще толпа этот смотрим раз нас обступили просто сделали короче вокруг нас круг а там вообще было мясо мясо там невозможно было то есть там было реально мясо и тут нас обступили и все на нас смотрят он за счет того что она нас смотрит нас обступили и получился нас какое-то пространство появилась да то есть мы там нас толкали как сосисок селедок потому что соломон это очень известный диджей да и тут как в нас обступают и смотрят на наш тройной засос и такие мужики такие стоят такие показывать не круто а я только подхожу к ним слушай говорю одному из них говорю бородатому чувачку такому говорю типа ссоре и здесь not normal for this club на типа это ненормально для этого клуба такой тусер там видно что он все время тусит он говорит я вообще в первый раз такую вижу и горит так тут же все под м коми там под чем-то вообще игру откуда вообще у людей ограничения такие вот да там во всей этой истории вот в общем он говорит не знаю как понимаете то есть тройной засос это для клуба это круто то есть настолько тут все не пуганы а если бы мы там дальше начали вытворять понимаешь там то что мы умеем это было бы вообще жесть но мы как бы мы по лайту заходим то есть что вообще не шокировать но и лично я мои ученики там сносят крышу экспериментируют неадекватят там не отрываются да там хватать за жопы значит там нарваться на конфликты но им в кайф это еще пока что дает там я активно активно за все время я за любой кипиш вот но но лично мы лайтово очень действуем плавненько там да как я люблю вот аккуратненько там все такое так что вообще никакого негатива там не идет на меня вот и в общем даже вот это очень срывает башню мой лайтовый очень стиль там знакомство который сейчас то настолько срывается башню даже это считается вообще офигеть для этих пацанов там местных так далее вот и один из местных я познакомился с местным мужиком который себе гаремы здесь мутят постоянно вот злата меня познакомилась с ним она прилетела она его давно знает вот он тоже слегка под офигел от наших там знакомств что мы просто там топ толпа людей просто налетает на клуб там вообще ни одной девицы не оставляет то есть ну как бы нет такого что там когда-то красивый девицы к ней никто не подошел из нас это невозможно вообще ну то есть если девица красивая дата к ней точно кто-то подойдет и причем ни один человек 5-10 то есть просто уже стирается все ну вот у группы стираются границы нафиг вот то есть просто нужно бомбить этот клуб вот это получается очень круто очень круто ладно пойдем дальше тусоваться ну на у нас я пока еще я не появляюсь сейчас в сети вообще ничего не пущу и там ничем не занимаюсь потому что нас идет автопати после тренинга вот несколько дней нам надо еще по зажигать и дальше мы уже будем дальше действовать что банк боб кто боб сенкл боб сенклар я не знаю боб сенклар знаете такого боб сенклар или сенклар как там много очень на самом деле слушайте то что я выкладывал это то что получалось выкладывать быстро там значит много очень всего материала по этому тренингу много лекций много там есть какая одна лекция мая которую я сделал людям так вот она так взрывала мозги вообще все подходили потом к лилит и говорили что вообще жесть там просто там вот человек сегодня уезжал он сказал что алекс спасибо тебе я только ради этой лекции просто одна лекция мне вынесла мозг просто переоценка всей переоценка всей жизни моей было вообще я всю жизнь потратил на одну женщину фактически которая он так сказал мне вот а вот эта лекция просто вставила меня обратно я все короче перезагрузился полетел работать но я и обязательно выложу эту лекцию я мы все это выложим все то что народ штырила мы обязательно выложим там ну мы не все можем выкладывать да с тренинг и потому что есть вещи которые мы в публичный доступ не выкладываем понятное дело вот такие вещи на которые вот только на тренинг я могу дать и публичном доступе их никогда не будет вот но вот эту я выложу эту лекцию публичный доступ чтобы потому что я смотрю что она прям очень нужна людям и для жизни просто что многие люди просто чтобы не тратили свою жизнь и пустую потому что вот действительно несколько человек они с такими глазами смотрели там и парни и девушки но когда это но рассказывал там вещи которые просто обычная информация ничего там так в этом такого супер нет да просто обычная информация это из опыта с женщинами там который подкреплено авторитетными источниками там учеными вот и соответственно это не просто там мой опыт а это еще под который с которым согласна на самом деле мировая наука по поводу психологии и отношений вот и но просто дело в том что я не знаю то ли я настолько просто это сформулировал и это взрывает мозги то ли просто потому что или ребята не читают те книжки которые я читал и у них нету просто то опыта который у меня был наверное из-за этого как-то вот я синтезировал а значит какое-то знание которое пошло так что народ очень вставило боб сенклар говорят известный диджей которые боб сенклар известный диджей электронная музыка которая была популярна в каком-то вы говорите году 2006 2010 но значит мне понравится когда выложу я не знаю честно у нас сейчас автопати идет мы вообще не хотим чтобы тренинг заканчивался никто не хочет когда будет когда будет завершение тренинга непонятно потому что полгруппы остались на автопати мы продолжаем съем вот мы сейчас поснимаем еще и да такое ощущение что мы год здесь действительно у всех такое ощущение вы знаете на тренинге происходит столько всего вот ребята всегда приезжают когда с тренинга своего выездного они у них ощущение что он отдыхал год все жизнь другая просто прошла а потом он возвращается через всего лишь неделю совершенно другим человеком свою там реальность и просто жесть то есть накрывает конкретно потому что но обычно там съездят там поспал отдохнул а тут просто целая жизнь прошла целая жизнь другая реальность там с задания другие какие-то там отношения чем просто чем с большим количеством людей ходишь в контакт да тем больше у тебя реальности получаются и такое ощущение что ты набираешь реальности набираешь просто вот какие-то вариации реальности ты отключаешься от своей и у тебя появляется гигантский опыт каких-то других жизни вообще то есть это как как будто ты как этот пожил другими чужими жизнями когда вошел с ними в контакт а люди они все разные они из всех из разных мест из разных стран там из разных культур здесь и самое главное что круто это то что наибицы люди из разных культур и что наибицы это самые лучшие люди ну то есть грубо говоря самые не то чтобы они все тусеры прям да ну правда же они же не все тусер из люди которые вот наибицы прижают а в обычной своей жизни не не ходят в принципе в клубы и таких кстати была почти вся группа почти вся группа мне призналась что да у нас нормальных клубов нет в принципе это понятно уже после ибицы москве то что вы считаете пафосными клубами это просто не знаю это деревня значит из четырех домов по сравнению с большим мегаполисом вот примерно разница московского клуба и клуба наибицы клуб наибицы и и потом сами люди и как они ну как они значит выглядят в клубах особенно там где куча девиц красивых было но я там одна девочка выставил вот эту латиноамериканку латиночку такую все там начали облизываться так дело в том что на самом деле если нормальный был но если бы мы взяли нормального фотографа там или видеографа вы бы охренели просто того какое космическое количество красивых девиц там их просто не видно потому что там не получается все время бегать снимать то есть когда ты видишь красивых девиц ты не думаешь о том чтобы их снимать на камеру ты думаешь чтобы их снимать реально и поэтому ребята они снимали очень-очень ну иногда изредка на самом деле то что происходило да и то что там вы видите ну там это какие-то кусочки там до маленькие зарисовские жизни не писать и сколько там вообще было сколько классных телок сколько классных подходов если бы можно было все это снять это было бы просто нам терабайт и терабайт как бы классных подходов и знакомств но так как когда крышу сносят не думаешь о съемке то иногда в stories через запиливаешь там и все и вот так вот и поэтому получается что ты когда коннектишься ко всем этим людям как то так или иначе там общаешься с ними да там у тебя какие-то отношения с ними начинаются и настолько перезагружаешься вообще сама по себе вот что просто круто но лилит не может снимать она тоже хочет чтобы и было хорошо и поэтому он тоже хочет девочку какую-нибудь красивую вот что фаста были что но девочек все время снимать не можно видеть ты хочешь поснимать я говорю что ты хочешь поснимать надо съемку для рекламы да нам не нужна реклама понимаете в чем дело не нужна реклама не уже не нужно рекламу не так все знают те кто надо никому не доходится поэтому зачем пока еще не временно это тратить город баффет говорил что деньги на рекламу это выкинутые деньги на ведь это же так считаю вот когда у тебя есть эксклюзивное что-то вот тоже чего нет нигде вообще да у меня это есть то есть аналогов нет тебе реклама вообще не нужно я вообще никогда не рекламировался потому что люди знают что то что но они могут у меня получить они больше вообще никто не даст вот это очень такая тема эксклюзивности это всегда лучше лучший вариант то есть если тебя вот есть допустим формула от какой-нибудь там смертельного заболевания и только у тебя есть то тебе реклама не нужно вот у меня примерно такая тема поэтому вот у меня есть формула кайфа представляешь конечно формуле кайфа реклама не нужно но бренд тоже у меня нет бренда у меня есть формула кайф слушайте честно скажу в израиле не хочу тренинг вести знаете мне нравится страна израиль но кнесет который совсем с ума сошел просто после того как они запретили проституцию в израиле при том что там еще и женщины как бы феминизированы да при всем этом они удивляются что уровень агрессии населения вырос но совсем идиоты что ли но я не хочу вот знаете я не хочу заезжать в страны где но ввести хотя как минимум израиль не очень нравится как страна но не хочу вести тренинги в странах где идиотские правительства ну просто не хочу зачем но если они идиотские то зачем я буду там вести вот например там они считают что что-то нелегальное из того что делать зачем я буду влезать в это мне это вообще не нужно нет неправильно есть мужчины которым мы не могут снять женщину они должны иметь возможность купить если что понимать по каким-то причинам неважно по каким ладно ребята в общем мы сейчас собираться мне нравится израиль честно но правительство дурацкая пускай правительство поменять и будет классно страна да там действительно вот наибице очень классно и в кейптауне я думаю тоже хоть на астро проверить все а да точно точно у нас же еще охота я думаю охоту провести наибице но еще сомневаюсь еще пару дней подумаю мы либо поставим охоту наибице либо нет то есть чисто тренинг для охоты наибице наибице потому что тут очень крутые мужики тут мужики совсем этот кто там кого там снимали кого снимали ну яхта была кого а вот роберта ковали тут на яхте был он не один такой здесь ладно все давайте всем пока это пока ладно ладно Продолжение следует...